Субтитры делал DimaTorzok Тут про то, что Святой Дух сказал ему это сделать, ничего не написано Как вы думаете, почему? Почему нужно было прийти Силе и Тимофею? Для того, чтобы Павел полностью... Чем он до этого занимался? Чем он занимался до того, как пришли эти два товарища? Палатки делал. Зачем? Кушать надо было. Пришли Силы с Тимофеем. Кушать больше не надо было? Мешок муки принесли? Может быть деньги принесли? Вполне возможно. Может быть они вместо Павла делали палатки? Или как-то они его обеспечивали? А он? Или он заработал к тому времени достаточно? Мы не знаем, но ясно, что его желанием Самым главным было не палатки делать, а что? Проповедовать. Это то, что у него горело. И когда эти пришли двое, то он полностью себя посвятил проповеди слова. Читаем дальше. Свидетельство перед евреями, что Иисус помазанник Божий. То есть Мессия. Но когда они стали ему резко возражать и осыпать бранью, он отряхнул плащ и сказал им, вы сами повинны в своей гибели. Отныне я с чистой совестью ухожу к язычникам. И он покинул их и перешел в дом некоего Тития Юста, вот оно, римское имя, почитавшего единого Бога. Во, оно. Он чтил Бога. Он был римлянин, не еврей, но он чтил Бога. Он жил по соседству с синагогой. Вам нравится этот ход? Он перешел в соседний дом проповедователь. Его из синагоги попросили. Он не ушел на другой конец города. Он по соседству продолжал проповедовать. Почему? Во-первых, потому что там был этот Титиюс, который его принял, очевидно, да? Который предоставил ему помещение, или по крайней мере возможность. Он, наверное, жил дальше с Прискилой и Акилой. Но проповедовал он по-прежнему рядом с синагогой. Его была вполне конкретная цель. Достичь определенной аудитории. Но не только их. Крис, старейший на синагоге, тоже поверил в Господа. А с ним и все его домочадцы. Многие коринфяне, услышав весть, тоже стали обращаться к вере и принимать крещение. Это уже что? Это уже начало общины. Окей? И дальше мы читаем то, что мы уже читали. Про видение, которое ему было ночью. Я с тобой, никто не причинит тебе зла. В этом городе много моего народа. Кстати, что самое первое говорит ему здесь Господь? Первые два слова в этом видении какие? Я с тобой, никто не причинит. Первые два слова. Не бойся. Это о чем нам говорит с вами? Что в той ночью, что Павел, возможно, чувствовал? Страх. Страх. Потому что никому не всегда ему было так комфортно. Человек. Хорошо. Мы с вами потихонечку составляем какое-то представление о том, что там происходило. Значит, если мы с вами дойдем до... Значит, итак, кто был в основе, кто был у истоков этой общины? Из евреев, например. Что мы с вами сейчас узнали? Акела и Прескила. Акела и Прескила. Кто еще? Ну, понятно. Из Харинта. Стовещина. Крисп. Да? Крисп это был один из самых первых евреев. А дальше, кстати, посмотрите, в 17 стихе Диане, в 18-й той же самой главе, мы с вами видим, что все набросились на Стовещину в синагоге, которого уже как зовут? Сосфен. То есть, очевидно, Криспа попросили. Из синагоги, после того, как он уверовал в Господа, да? И пришел на смену некий Сосфен. Интересно, что Сосфен упоминается также в первом послании Коринфянам. Посмотрите, если мы сейчас с вами откроем само Первое Коринфянам. Давайте откроем Первое Коринфянам, первую главу. Здесь написано в первом стихе следующее. От Павла, по воле Бога признанного стать апостолом Христа Иисуса, и от брата какого? Сосфена. Мы с вами не знаем, это тот же самый Сосфен или это не тот же самый Сосфен, но есть вероятность, что тот же. И в таком случае, это второе старейшее на синагоге, не знаю, подряд или не подряд, который таки, да, уверовал в Ишвову. Коринфянам. Хорошо. По-любому, скорее всего, евреев в той общине было меньшинство, несмотря на то, что отдельные евреи там, конечно, были, как Крисп, возможно, это совсем. Потому что, если мы с вами откроем 12-ю главу, пожалуйста, откройте 12-ю главу. Чего? Первое Коринфянам. Простите. Если я не говорю чего, то значит Первое Коринфянам. Хорошо? Посмотрите здесь, что написано во втором стихе. Вы знаете, как неудержимо влекло вас безгласным идолом, когда вы были язычниками. О чем нам это говорит? О том, что большинство, вероятно, тех людей, которым написано послание, то есть большинство членов общины, были не евреи, они были язычники. Это была смешанная община, вероятно, с еврейским меньшинством. Окей? Хорошо. Так, что тут есть еще нам сказать? Значит, дальше мы выяснили, что Павел там остается на 18 месяцев, то есть на полтора года, пока не отплывает с Акилой и Прескилой в Сирию. Он поплыл в Эфес. И на этом первая фаза жизни Коринфянской общины, то есть ее основание Павлом и первые полтора года, когда он там служил, заканчивается. Что происходит дальше с этой общиной? Давайте, это очень важно, давайте вернемся в 18 главу Деяния. Значит, посмотрите, вернемся в Деяние 18 глава. 18 стих, с него прочитаем. Павел еще много дней оставался с братьями, там же, в Коринфе. Простившись с ними, он отплыл с Прескилой и Аквилой в Сирию. В Кенхреях он отстриг себе голову, потому что некогда дал обед, это Назарийский обед. Сейчас об этом не будем. В Эфесе они сошли на берег, Павел оставил их, а сам пошел в Синагогу. Он же Зунец. И стал беседовать все время. Его просили задержаться у них, но он не согласился. Если будет на то Божьей воля, я еще приду к вам, сказал он на прощание. 22 стих. Павел отплыл из Эфеса. Он прибыл в Кесарию, оттуда направился в Иерусалим, навестил общину, потом пошел в Антиохию, пробыл там некоторое время, затем ушел и обошел всю Галатию, в Фринью, кругая двух учеников. Теперь смотрите, что написано дальше. Вот это важно. В Эфесе, то есть туда, там, куда приплыли Павел с супружеской парой, с его друзьями, Аквилой и Крестюн, в Эфесе появился один еврей по имени Аполлос, родом из Александрии. Человек красноречивый и знаток Писания. Но он, хотя и был наставлен в пути, то есть в вере в Ишло, проповедовал с большим жаном, очень верно учил всему, что касалось Иисуса, зная только о мовении и о крещении. Он смело стал проповедовать в синагоге. Прискилла Аквилов, послушав его, пригласили его к себе и более точно изложили ему путь Божий. Когда он решил отправиться в Ахайю. Что такое Ахайя, кстати? Какой был город столицы Ахайи? Каринф. Каринф, ребята, Каринф, это то, что мы с вами сейчас говорили, да? Он решил отправиться как раз-таки не куда-то, а в Каринф. Братья позаботились о нем. Какие братья? Ну, конечно, Прискилла Аквил и те, кто там был с ними. И дали ему письмо к ученикам. Каким ученикам? В Ахайонках. То есть, скорее всего, ту самую Каринфскую общину. Они сопроводили его рекомендации. С просьбой принять его. Прибыв туда, он очень помог тем, кто благодаря милости Божьей обрел веру. В открытый спорх он убедительно опровергал доводы евреев и доказывал словами Писания, что Иисус – намазник Божий. Мы с вами будем читать в первом Каринфене о том, что там происходило внутри общины, и имя Аполлоса там всплывает. Итак, что мы можем сказать об Аполлосе? Что мы узнали сами о нем? Пожалуйста, резюме по Аполлосу. Что вы думаете, я только буду говорить все время? Красноречивый. Он знал сильно писать. Хорошо знал Писание? Ревностный. Что еще? Наполненный благодатью. Наполненный благодатью. Служитель с большим стажем? Да, служитель. Нет. Нет. Он лет только на роде. Нет. Он только-только вылупился из яйца, так сказать, да, и его сразу отправили туда, потому что он туда захотел пойти, в Каринф. И еще дали сопроводительное письмо. Примите. И он там очень хорошо послужил. То есть он там был какое-то время, после того, как он пришел в Каринф, он там побыл какое-то время. Вы хотите перерыв сейчас или позже? Сейчас. субтитры создавал DimaTorzok в 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2. And then we'll be there. Субтитры создал DimaTorzok of Google. sr. h it is. Субтитры подогнал «Симон»